Страшная болезнь Бориса Моисеева открыла ему глаза. Вся бурная жизнь и сольная карьера певца Бориса Моисеева всегда связана с частыми гастролями, долгими концертными программами и серьезными перезагрузками. Моисеев, который перенес инсульт 4 года назад, недавно появился среди отдыхающих на Рыжском Змурье. Поклонники артиста сразу увидели, что он выглядит плохо. Присутствовавшийся рядом с артистом очевидцы под ветерой усталый вид и отекшее лицо Бориса. Сам он рассказал, что чувствует себя нормально, несмотря на то, что до сих пор продолжает страдать осложнениями после первого инсульта. Финансово он живет превосходно и совсем не бедствует. На него записана недвижимость в Барселоне, Майами и Москве. Кроме того, у него есть постоянный доход в виде дивидендов от совместного лесообративающего бизнеса. Сложная жизненная ситуация, которая случилась сразу после инсульта, открыла ему глаза на тех, кто действительно за него переживает и является настоящим другом. Борису Моисееву эта болезнь помогла узнать своих друзей, которые раньше на его вилле пили и веселились, а сейчас о них даже не слышно. Артист прекрасно понимает, что в этой жизни ему надо рассчитывать только на свои силы. Тяжелая болезнь открыла глаза. Вся жизнь Бориса Моисеева была сопряжена с постоянными гастролями. Все понимают, что поистоянно находиться в таком напряжении в прямом смысле опасно для здоровья. Артист, перенесший инсульт, несколько лет назад появился на светских раутах в Юрмале. Поклонники тут же заметили, что выглядит он неважно. Однако ясновидящая Кажета Ахмедшанова уверена, артист чувствует себя неплохо. И это несмотря на то, что все-таки продолжает страдать от остаточных явлений после инсульта. Борис Моисеев живет хорошо, однозначно не бедствует. У него есть недвижимость в Москве, еще вижу имущество в Санкт-Петербурге. Что касается денег, то существует постоянный денежный доход. Возможно, он когда-то вложился в какое-то предприятие, бизнес. Это помогает ему совершенно спокойно жить и не ждать помощи от других. Кстати, сложная жизненная ситуация помогла этому человеку понять, как в действительности его друг. Борису Моисеев болезнь буквально открыла глаза на многих приятелей, которые раньше с утра до ночи сидели у него в загородном доме и веселились. Сейчас их и след простыл. Рядом остались и несмертные соратники, рассказывала Дни.ру гадалка. Медиум предупредила, что в период с 2020 по 2022 году его жизнь будет вспомнена нового кризиса. Вижу, если не предотвратить ситуацию заранее, существует угроза повторного инсульта. Но камни показывают, что ему встретится очень сильный врач, который поможет привести организм в порядок и вернуться к обычной жизни. Кстати, по поводу здоровья и лечения ему лучше и ориентир держать на врачей именно северной столицы, добавила она. Ранее Дни.ру побеседовали с Борисом Моисеевым. «Борис, как вам удается держаться, бороться?» Спросил у него корреспондент. «Я люблю, это все любовь», — благонично ответил артист. При этом важно заметить, что он сохраняет трезвость ума, узнает фотографов, с которым когда-то работал, хвалит успешное выступление коллег. Вся жизнь Бориса Моисеевого была сопряжена с постоянными гастролями. Артист, перенесший инсульт несколько лет назад, появился на светских раутах в Юрмале. Поклонники тут же заметили, что выглядит он неважно. Действительно, Моисееву букву «болезнь» буквально открыла глаза. Медиум предупредила, что у него сейчас очень сложный период. Ранее он называет себе детем порока и грешным ангелом. А фанаты кличут его королем эпатажа. Яркий, блистательный, эффектный. Когда глядишь на этого живчика, то в голове не укладывается, что Моисееву исполнилось шестьдесят. Не так давно артист одной ногой побывал в могиле. И после страшной болезни певец снова начал концертную деятельность. Сделав невозможное, он позвал гостя журналиста моей правды. Не для того, чтобы сказками кормить, а потому, что захотел наконец разобраться. Что в его жизни вымысел, а что реальность. Эпатажный певец давно уже вышел из детского возраста. Но даже в свои шестьдесят лет Борис продолжает верить в сказки. Одну сказку он написал о собственной жизни. Она основана на реальных событиях. Главный герой он сам. Правда, сказку эта история мало чем напоминает. Особенно ее начало. Волшебное Тридесятое царство, где в 1953 году должен был появиться на свет маленький Борис. Было тюрьмой. Вместо хоромов – вонючая камера. Вместо перин – засаленные кольки. Вместо окон – железные решетки. Это была женская колония. В белорусском городе могиле. Именно там отбывала срок политзаключенная Геня Боисеева. Ее посадили за некорректные высказывания о Сталине. Из колонии мало кто возвращался. Видимо, не вернулась бы и Геня, если бы не забеременела. То, что случается с миллионами женщин, для нее было настоящим чудом. Ведь произошло это в месте, где мужчин можно увидеть только на картинках. Чтобы избежать скандала, будущую мать освободили досрочно. Уже на воле она родила мальчика – Борю. Непонятно, от кого или от чего родился мальчик. Когда она возвратилась на завод после всех своих неприятных историй, у нее спросили – ну и как ты родила? А она им так прямо и отвечала – я родила девку? В общем, это приклеилось ко мне с самого рождения. Правда, ждали у Генина и мальчика. Имея двух старших сыновей и разбойников, женщина мечтала о дочке, нежной и хрупкой. Именно такой девочкой она и расстыла с сыном. Я с ней спал почти до 13 лет в одной кровати. Я не представлял, как я могу быть без мамы. Мы жили в коммунальной квартире с огромным коридором. Помню, я всегда хотел есть. Сегодняшние роскошные апартаменты Моисеева уже точно не напоминают ему ту коммуналку, в которой он жил. Когда был маленький, так же разнятся и блюда из меню. Кто бы мог подумать, что сейчас с кухонными делами певец справляется не хуже, чем с микрофоном на сцене. К приезду съемочной группы СТВ Борис Моисеев подготовил эксклюзивные блюда – драники. Когда-то эти обычные блины из картофеля были для пятилетнего Боря настоящим деликатесом. Что уж говорить о мясе. Я лаял по кастрюлям и воровал в еду. Тогда научился есть все – вареный лук, вареную мурковь, кусок курицы. Любой кусок мне было похеру, потому что я всегда хотел ждать. До тошноты, до реза в животе. Но голод дома был мелочью в сравнении с тем, что ему приходилось терпеть на улице. Среди дворовой шпаны по девчачьей чопорной Боря популярностью, мягко говоря, не пользовался. Свою неприязнь дети проявляли неподетски жестоко. Помню, как меня засунули в бомбоубежище. Не просто канализация, а люк с дырками. Они собирались вокруг и ссали, и хохотали. После того случая Боря панически боялся ребят. А о том, чтобы взять девушку за руки, затравленный юноша и мечтать не мог. В тот вечер мальчик лишь поздно вечером решился вылезти из канализации. Его очередной раз смешались с грязью. И в очередной раз именно грязью он себя и чувствовал. Вытрая слезы, Боря бежал искать поддержки там, где всегда я и получал, в маминых объятиях. Она не могла меня защитить. Единственное, что она нам не дозвала, это сказка. Мамины сказки были его спасением. Сын мог часами слушать истории, которые женщина придумывала на ходу. У них, как водятся гадки и утята, всегда превращались в прекрасных принцев, а их знанники в кумиров. Уже тогда в сердце Болиса поселится по-детски наивная уверенность. Такое же чудо когда-нибудь произойдет и с ним самим. Она всегда говорила так, гений. Она говорила, мол, не волнуйся, ты хочешь быть звездой? Я сказал, я хочу быть звездой. На свой шестой день рождения Боря получает необычный подарок от мамы, чешки. Гения приводит сына в балетный класс. Другой пацан на его месте бежал бы от всех этих плей и пируэтом на футбольное поло. Но не Боря, здесь среди изящных танцоров мальчик впервые чувствует себя своим. Он загоняет себя до седьмого пота и в 14 лет становится лучшим выпускником.